Убийство Айзады Канадбековой стало еще одной страшной трагедией, связанной с похищением невест. Несколько лет назад такая же трагедия случилась с Бурулай, которая тоже подверглась похищению. По делу об убийстве девушки на своей страничке в Facebook сделал заявление президент Садарджапаров. Глава государства отметил, что расследование дела взял под личный контроль. Президент выразил глубокие соболезнования семье Айзады и заявил, что причастные к трагедии будут наказаны по всей строгости закона. К великому сожалению, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кражи и принуждение к вступлению в брак все еще практикуются молодыми людьми. Похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону, и не должно быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей. Особо скажу о работе МВД, закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. Никому не стоит забывать об этом. Трагический случай с Айзадой Канадбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории краш-невест. В современном обществе такое не должно быть допустимым. Наказания за такие преступные деяния должны нести все. Случай с Айзадой Канадбековой берут под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца. Наказание будет неотвратимо. Президент также подчеркнул, что в нашем обществе все еще имеют место быть подобные трагедии, когда девушек насильно заставляют вступать в брак, и что произошедшее – это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства. Убийство вызвало большой резонанс в обществе. Сегодня в столице прошел митинг против насилия над женщинами. Митингующие сначала собрались у здания МВД, затем двинулись на Старую площадь к Дому правительства, где к ним вышел премьер-министр Лукбек Марипов. Участники митинга выдвинули несколько требований – тщательно расследовать уголовное дело и наказать виновных. Вместе с тем они потребовали отставки министра внутренних дел и начальника Бишкекского ГУВД. Премьер-министр сообщил, что будут приняты все необходимые меры. Он отметил, что вопрос о том, уйдет ли министр внутренних дел в отставку, будет решен после завершения расследования. «В кратчайшие сроки разберем ситуацию и сообщим результаты», – сказал премьер-министр. Ранее на убийство девушки премьер отреагировал на свои страницы в соцсетях. По его словам, похищение девушек с целью принуждения к браку – это преступление, за которым должно следовать неотвратимое уголовное наказание. «Это действие против личности, и этому нет никакого оправдания», – написал глава правительства. «Прежде всего, как человек, как мужчина и отец, я с большой горечью воспринял трагический случай, произошедший с девушкой Айзадой. Это наша общая боль. Общество должно выработать тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям. Хочу принести соболезнования семье погибшей. Все виновные понесут справедливое и жесткое наказание. Только действуя вместе, мы сможем противостоять дискриминации базовых прав женщин. Аллакачу – это не традиция, это уголовно наказуемое преступление, и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране». Несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кража и принуждение ко вступлению в брак все еще практикуется молодыми людьми. И чтобы подобных трагедий больше не случилось, усилия должны приложить все граждане, уверены в обществе. Бегаим Бегалиева, Бегджан Токтосунов, Фалато, 24.